здравствуйте елена гусарова добрый вечер спасибо что я снова вас вижу что вы снова согласились со мной поговорить потому что очень меня интересовала судьба вот этих процессов как в школе работаете вы же логопед у нас я логопед класса у вас какой школе вы работаете касаемо магомедович я работаю не в школе я работаю в частном порядке частном порядке и как это происходит у вас у меня есть свой кабинет куда приходят ребята и взрослые тоже которым нужна логопедическая помощь работаете как вода а вы по специальности кто вы же какой-то проходили в институте каком-то дефектолог дефектолог вы или кто кто я для чего спрашиваю это вас знаю я для новичков которые впервые на нашем канале чтобы они поняли с кем мы разговариваем сейчас я логопед дефектолог да и я работаю у меня много лет педагогического стажа последние годы я работаю вот именно логопедом дефектологом да и мне хочется всем сказать что мы встречаемся не первый раз потому что почему меня это заинтересовало потому что елена гусарова прошлый раз когда мы делали ролик вдруг рассказала удивительную историю что она с помощью синхрогимнастики она давала детям эти упражнения они подбирались эти упражнения или как это было потом они стали изобретать ну расскажите пожалуйста и сейчас мы тоже очень интересную штуку расскажем или она расскажет сейчас с удовольствием с удовольствием значит зовут меня гусарова елена вот мы с касаемо магомедовичем до этого снимали ролик о том как мальчик мой подопечный после того как я показала ему метод хасая магомедовича синхрогимнастики значит он стал изобретать а мальчик у него художественные способности соответственно талант его еще больше расширялся вот и поэтому он изобрел чудо велосипед вот если кто-то не видел можно посмотреть на ютубе можно посмотреть вконтакте есть фотография у хасая магомедовича школа homo futurus вконтакте можно зайти посмотреть но интересно да на самом деле очень интересно вот и поэтому то было тема про изобретение а сегодня я хотела бы немножко другую тему давайте 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 ну да интрига такая то есть вот как я теперь у детей учусь не как я учу их синхрогимнастике а как я у них учусь элементом интересный подход да и вот правильно потому что мы же об этом и говорили что наблюдаем как дети делают какие-то непроизвольные действия которые им помогают жизни просто наблюдаем вместе с ними и они зато превращают упражнения делают из этого да да но и наблюдению моему тоже как бы помогло на самом деле это все не просто так потому что раньше я видимо была менее наблюдательна не видела этих элементов у детей а после того как стала заниматься активно синхрогимнастикой после того как я стала активным членом школы хосе магомедовича смотрю регулярно ролики с романом я хочу сказать что сейчас ну пусть двадцати с лишним лет как я начал говорить о том что повторяемые движения снимают напряжение и в книгах мы писали об этом и не только в моих книгах если книги и других авторов там где ключ упоминается и там тоже это повторяло что повторяемые движения снимают напряжение сколько сотен тысяч людей в самых разных странах теперь эту формулу знают иногда мне пишут а вы разве не знаете что повторяемые движения снимают напряжение так это бывает интересно да ну да забавно да но не только движения повторяемые еще и мысли повторяемые по поэтому бывает чека зациклит мелодия вот она снимает напряжение мы не видим да и вот только когда я уже стала заниматься синхрогимнастикой я стала больше видеть соответствовать замечать я как раз я как раз подтверждение этот пример привел что многие стали говорить о повторяемых движениях снимает напряжение почему потому что пока это не было сказано они не обращали на это внимание нигде до этого это не было сказано и особенно что частота повторяемых движений синхронно уровню напряжения этого вообще никто не связывал корреляцию да что вы теперь связали что с чем связала после того ночном по порядку значит или скороговорку которая ей но никак не давалось просто вот ну дислексия у ребенка там дизортрея то есть но она никак эту скороговорку не может вроде казалось бы там простая скороговорка у гусыни нет усов сто усов у сотни псов вот и вот это вот у сотни псов то есть упсотни псов упсотни псов упсотни псов и все но никак мы уже и хлопали и разбирали и по слогам и по что значит хлопали что это значит логопеды используют иногда про хлопа вот а скажите как это логопеды мне тоже интересно вот я давно с этим не связано гусыни ну то есть медленно медленно есть такая методика у логопедов про хлопывание да хлопывание когда они ходила да ну то есть мы же моторику используем как бы слова вот и поэтому ну ничего не помогало но никак и значит я уже так я объяснила кто такая гусыня кто такие псы разложила все по полочкам ребенок как-то себе картинку нарисовал понял но в итоге смотрю за ней и она делает вдруг вот так у гусыни нет усов 100 усов у сотни псов сама делая то есть она стала выводить круги круги вот такие вот круги сама то есть вы не учили там сама моя заслуга только в том что я это заметила конечно благодаря синхрогимнастику вот и более накануне я смотрела ролик с романом газенко ваш где такие очень интересные темы обсуждались и про колесо сансары и проверить но и про ангелочек который вызвал вот такой вот беседу интересно вот конечно это сказать что это ассоциация помогла вам обратить внимание да это же девочка круги делала да конечно потому что у меня нет уверенности что если бы не вот это все я могла бы придать этому значение то есть могло пройти мимо внимания конечно да ну ну сделал ребенок руками помахал и все но я ведь увидела что это круги это круги и сознание вот это поразительно я хочу провести один пример яблоки тоже на многих падали но ньютон открыл закон семейного тяготения потому что он был готов увидеть абсолютно а также яблоки падают все время то же самое в ванне архимед воскликнул эврика все же в ванне лежали а он воскликнул пошел готов увидеть и волан говорил кирпич просто так на голову не падает а мы с романом газенко когда говорили в прошлый раз о подобных вещах как раз формула наша сводилась потому что человек не видит чего-то пока ему на это не укажет не покажет не обращать внимание вот когда знает он увидит это взаимосвязи сознания с бессознательными механизмами восприятия это очень важный момент вот когда вы познакомились с игрогимнастикой стали больше видеть вокруг и у детей в том числе различных проявлений да ясно когда вот пытаетесь сосредотачиваться вы помогаете себе покачиванием помогаю себе и очень хорошо помогает да да можно какой-нибудь случае провести вот ну например в общественном месте вы сидите с людьми с учителями там разговаривать или с родителями и сидите качаетесь это вызовет у них удивление наверное или вы там не качаетесь фасай магомедович но удивление я думаю не вызовет потому что это все выглядит естественно другое дело что но я наверно теперь больше замечаю как родители когда нервничают качают ногой чем выше напряжение тем чаще качаются заметили кстати мне кажется мне надо еще понятия вот эти дети которые с которыми вы работаете вы можете нам какой-нибудь видео сделать показать как они занимаются магомедович я с удовольствием бы хотела конечно показать чтобы люди увидели как это происходит но дело в том что мы же живем по законам да мы же живем все-таки в государстве где существуют законы и поэтому и по законам этики я без согласия родителей не могу этого сделать поэтому просите у вас какие отношения с их родителями с родителями очень хорошие отношения я думаю я да договорюсь и сделаю следующий раз ролик и обязательно покажу я как раз сейчас вот подумал что мне надо поговорить с коллегами о том как нам обеспечить несмотря на то что синхрогимнастика официально утверждена признана и учебники для десятых одиннадцати класс профессора матвеева анатолия петрович несмотря на это все таки могут возникать всякие коллизии несмотря на это не все же родители понимают не все же родители в курсе замкнутый круг хасай магомедович потому что не понимают потому что не могут отойти от шаблонов могут отойти и потом кто-нибудь найдется обязательно который не в курсе дела увидит что-то такое новенькое простое и сразу не задумываясь сказать а это ерунда какая-то и тут же обретит друг другу передают а что за ерунда такая начинается разговоры я помню все новаторы и щетинин миша вот у меня товарищ был который школу создал большую много лет начинал он в кизляре он делал 20 минут на уроке вместо 45 минутных это было очень много лет назад и его дети стали лучше заниматься и по математике и по химии по физике просто он увеличил перерывы между уроками а уроки сделал короче об этом говорю да да сколько из них гривен да извините пожалуйста хасай магомедович просто для меня это тоже животрепещущая тема когда родители обращаются и спрашивают сколько времени вы занимаетесь с ребенком я говорю зависит от возраста это зависит от проблемы вашего ребенка они почему-то но опять же в силу незнаний каких-то думают но логопед который занимается час вот это логопед это в корне неверно это неверно хорошего специалистом ребенку в течение часа он только вымочает его и себя вот и все это показатель времени самый простой такой чтобы показать как много потрудился логопед ну понятно это все понятно это все понятно давайте вы поговорите с родителями что сделать видео с врачами и с педагогами и психологами школьными и с их руководством о том как нам решить этот вопрос чтобы психогимнастика чтобы она была более популярна потому что она на самом деле решает миллион вопросов самым простым способом которые вот заставляют людей столько много сил класть столько трудиться столько там всяких неприятностей в тех шаблонах которые они используют а тут свеженькая новенькая которая уже официально признана многократно проверены в учебнике стоит да что же такое хорошо договорились поэтому поэтому я сегодня вот презентую 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 мы же не сказали магомедовичем обговорили он принял похвалил меня поэтому я с удовольствием презентую сегодня новый прием синхрогимнастики который у нас теперь называется синхрокруги которые я дарю вам пользуйтесь пожалуйста с удовольствием просто если у вас нет возможности ходить к логопеду если ну всякие бывают ситуации попробуйте просто учите стих с ребенком вот сейчас школа началась просто стихозварение но не может он запомнить попробуйте посмотрите какой у вас ребенок какой темперамент какой он в данную секунду времени но если он накручен да если он вот сердце сердечко пусть от себя я уже это испробовала от себя круги от себя и быстрые если ребенок спокойный но медленно вот он думает долго трудно никак ему к себе тогда медленно к себе то есть вот таким способом на самом деле научились от ребенка ребенок непроизвольно делал вы обратили внимание и стали это дело прорабатывать училась у ребенка да у с которым занималась и теперь я практикую очень успешно именно этот прием с детьми потому что на самом деле кому-то пальчиком это и мелкая моторика ведь это ведь не просто не только просто вот синхро это синхро гимнастика вместе с пальчиками да с мелкой моторикой то есть это ну тройной эффект а мне интересно это было раньше известно логопедов дефектологов вот что надо когда трудно говорить человеку нет значит вы автор вы автор нового приема по нашему методу синхро гимнастики да получается так я вас поздравляю я вас поздравляю потому что я уже чувствую с этим приемом большую перспективу потому что это рождено ребенком детьми это ли мы не надумали ему предложили и заставили делать нет сами дети так делают посмотрите еще интересно понаблюдайте что они еще делают когда себе помогают дело в том что у нас же вот я сейчас скажу важное для всех у нас же так и принято принцип такой у нас принят принцип методе ключ но это уже больше к элементам ключ 2 относится наблюдая за собой во время решения нерешаемого вопроса когда ты нервничаешь какие ты сам инстинктивно делаешь действия которые организм тебе подсказывает сделать чтобы решить вопрос ну вот например вы когда вы думаете когда сосредотачиваетесь когда немножко для этого силы напрягаете вы покачиваете чтобы не зацикливаться снимать лишнее напряжение что еще вот например я тренировал певца вот певец я так волнуюсь перед концертом я так волнуюсь перед концертом я говорю вот стань пожалуйста вот он стал я говорю пристав перед тобой полный зал и что ты сейчас будешь петь и он стал представлять и тот же раз кулак сжал я говорю что ты делаешь он год не знаю кулак жрал а что я говорю поэтому ты несколько вечеров дома сделай из этого упражнения то есть несколько вечеров дома готовясь концерту такая антистрессовая подготовка выступления превентивная предварительная несколько вечеров дома поскольку ты переживаешь о предстоящем концерте представляю что ожесточили ситуации больше стало людей ответственная ситуация больше там таких почетных гостей от взгляда которых все зависит у тебя ну к примеру что тебя пугает больше пристав и делаю уже осознанно вот это вот движение потом несколько раз так делаю потом говорят я пошел спокойно выступить ну вот как а инстинктивно рождается действие когда человек пытается решить какой-то вопрос он из этого действия может сделать упражнение как хорошо мы с вами поговорили вот это называется синергетическое общение когда при взаимодействии обмен информации обмен опытом порождает новые мысли это вот синергетический обмен это как раз таки я всегда еще людей с которыми ты разговариваешь но я имею ввиду и зажигаешься и после которых вдохновение появляется потому что мне как врачу и психологу чаще приходится общаться с людьми больными которые постоянно жалуются они и грузят и грузят тебя и негативными эмоциями а мне же хочется еще об искусстве а в синхрон гимнастике о методе ключа синхронизации а много чего что я мог бы дать и вся наша школа очень интересная вчера вот эти вот мы делали с николаем сорокином простите простите бога ради что вас перебиваю просто потом могу забыть поздравить поздравить сердечные поздравления всей нашей школе с открытием академии гимнастики по методу ключ академии хома футурус николай сорокин и константин михайлов делали там логотипы и мы все смотрели и ну молодцы друзья у нас какие активные какие творческие я просто всегда восторгаюсь какие у нас люди в школе а мне кажется потому что дух идеи у нас такой правильный что каждый человек творец и мы как раз таки востребуем это людей своими примерами своими примерами делимся опытом и вот этот обмен опытом который у нас человек больше как раз таки развивает нашу школу поэтому я очень вам благодарен все у нас энтузиасты да поэтому поэтому но сейчас будет очень полезно очень интересно мы завтра тоже будем говорить с педагогом у которого дети изобретают дети изобретают ну поговорим здорово посмотрим спасибо большое вот давайте еще через некоторое время обязательно снова встретимся потому что вы нам покажете видео кусочек про детей а я как раз поделюсь тем что сказали педагоги сказали психологи и врачи которые связаны с этой областью как нам помочь и родителям хотелось чтобы они просто пользовались этими инструментами и дети и родители и члены их семей и так далее потому что мы с владимиром серебряковым делаем ролики он учитель еще вашей он и в семье применяется их рогимнастику и в школе применяется учениками по-другому весь JEFF но будет связи с руком разговаривать школьным и сейчас physiological говорит чтобы они тоже знали что такое какую как это может быть что физрук в школе не знает что такое у площади и психолог школе не знаю такое как это вообще может быть человек который владел ключом он просто не может не поделиться Просто по-другому И быть не может Очень хочется, чтобы родители Детей, особенно больных Деток владели этим методом Конечно, потому что дети Сами пытаются эти действия Делать инстинктивно Спасибо большое Получается ключ с правом передачи Я помню Лет 30 назад, когда в газетах Про ключ писали во всех И в правде Учительское, медицинское Пять раз писали И там статья была Ключ с правом передачи Но чтобы передавать ключ, надо быть специалистом Вот вы специалисты И поэтому мы с вами так работаем Плодотворным И поэтому все, кто захочет Я для специалистов говорю Педагоги, врачи, психологи Все только у меня под обучением Самодельностью не надо заниматься Потому что вы не знаете Технику безопасности И вы не знаете Кое-какие прикладные моменты Которые обязательно надо знать Специалисту Который преподает Вешу надо испытать Хасай Магомедович Я всю жизнь пыталась Прыгнуть с парашюта Это была мечта моя Вы не поверите В этом году я в отпуске Просто летала полчаса На параплане Понимаете Но на меня все смотрят Как на безумную Как ты не боя А вдруг ты в скалу врежешься А вдруг там параплан не раскроется А вдруг подведет А у меня даже мыслей таких не было Понимаете А что вы это связываете Ну конечно это связано с ключом Для меня это вообще Конечно это связано с ключом Потому что Если раньше у меня были страхи Если у меня раньше были Какое-то недоверие Какие-то сомнения Когда я одела параплан Ничего кроме желания полететь У меня не было Отлично Будем залетающими Спасибо большое И как это работает вот так Спасибо До встречи Спасибо Ждем от вас новых Здоровья вам Хосе Магомедович До свидания Спасибо Всего доброго